Всем привет! Это канал Частер, меня зовут Кирилл и здесь мы говорим о часах. Сегодня на обзоре у нас новинка 2021 года G-Shock'и, которые буквально были созданы для бегунов и спортсменов. Модель GBA901A, а заказать вы можете в официальном магазине G-Store Russia. Ссылку на магазин я оставлю в описании к этому ролику, а для зрителей моего канала приятные скидки по промокоду Частер. Плюс покупая часы в магазине G-Store.ru, вы получите бонус-пак с интересными сюрпризами внутри. Часы выполнены в полимерном корпусе, классический холодный черный тон. Кому-то этот корпус может показаться знакомым, на самом деле модель является продолжением серии GBA800. Две кнопки справа, три слева, одна из которых круглая по центру, рифленая. И обратите внимание, с задней стороны у нас есть специальные вставки, они прилегают к нашему запястью, здесь есть дырочки, которые выходят наверх. Они сделаны специально для улучшенной вентиляции руки, что позволяет комфортнее носить часы также во время занятий спортом. Очень много выступов, которые защищают наши часы и особенно плоское минеральное стекло от повреждений при падениях. На самом деле стекло закалено и защищено от царапин, но под стекло мы видим черный циферблат, полностью черный, черный внешний ободок, черные индексы. Некоторые индексы очень агрессивные, скошенные, некоторые прямоугольные. Центр циферблата имеет интересный рельефистый рисунок, кстати, такой же, как и на нашем ремешке. Несколько электронных табло сверху и основное, снизу, конечно, две стрелки, часовая и минутная, остроконечная со светонакопительным покрытием. На электронном табло мы видим сразу всю информацию, обычно на дешоках бывало, что нужно нажимать кнопку, чтобы показывалось либо время, либо дата, здесь все сразу и день недели, и дата, и время, и секунды. Время дублируется стрелочное и по нажатию нашей центральной левой кнопки мы можем перейти из из режима в режим. Сейчас у нас показывается пройденная дистанция, еще одно нажатие и показываются килокалории, и еще одно нажатие показываются шаги. Да, вы все правильно поняли, здесь у нас часы с функцией Step Tracker, это у нас указано и на циферблате, то есть часы могут измерять дистанцию, которую прошли, количество шагов и потраченные килокалории. А в специальном приложении G-Shock Move можно даже отслеживать дневную активность или задавать какие-то спортивные цели. Помимо этого, конечно, здесь есть и стандартный G-Shock-овский набор, это секундомер, секундомер точность 1 сотая, до 24 часов можем засекать временные отрезки. Далее функция записи, вот это уже что-то новенькое, 50 кругов мы можем записывать, это особенно хорошо подойдет для тех, кто любит бегать какие-то одинаковые дистанции, например, по стадиону. Далее таймер обратного отсчета, здесь их 5 штук, также можно задать автоповтор таймера, точность 1 секунда и вплоть до 60 минут может измерять каждый таймер. Далее функция Dual Time, второе время, это значит, что мы можем на электронном табло задать время отличное от стрелочного и тогда у вас будет 2 часовых пояс. Ну и наконец функция будильника, здесь 5 обычных будильников мы можем задать и также почасовой сигнал здесь можно активировать. Ну и конечно, помимо этого есть в часах и функция Bluetooth Smart. Да, все верно, часы соединяются по Bluetooth с вашим телефоном, со смартфоном, специальное приложение и на самом деле эта функция это энергосберегающая возможность передачи данных, поэтому вы можете не беспокоиться за то, что ваша батарейка быстро сядет, это все конечно здесь продумано. Помимо этого в часах есть еще несколько интересных функций. Да, конечно возможность отключения звука кнопок или временного перемещения стрелок мы уже с вами встречали, а вот что касается индикации входящих звонков, то есть когда вам приходит звонок на смартфон и есть связь по Bluetooth с часами, то в часах приходит уведомление и плюс есть функция поиска телефона, то есть если вы потеряли свой смартфон и опять же таки есть связь по Bluetooth, то с помощью часов можно его отыскать, так что здесь мы имеем очень и очень интересное новшество. Ну а за всю работу отвечает калибр 5641, точность хода плюс-минус 15 секунд, это естественно точность хода без связи с телефоном, конечно если связь с телефоном есть, то у вас всегда точное время. Питается он от батарейки CR2025 и примерный срок ее службы рассчитан на два года, но конечно чем чаще будете пользоваться функциями часов, особенно подсветкой, тем быстрее она будет садиться. Подсветка здесь LED, как мы видим между тремя и четырьмя часами она расположилась, есть функция автоподсветки, то есть можем активировать и она будет включаться при наклоне часов, посмотрим же как она будет работать вместе со светонакопителем на стрелках в темное время суток. Стрелки подсвечиваются прекрасно, но конечно этого недостаточно, но как только мы включаем нашу подсветку, великолепно все видно и циферблаты и стрелки, абсолютная читаемость, которая достигалась далеко не во всех G-Shock'ах. А вот так модель выглядит на запястье, дополнительные фотографии как всегда можете увидеть в моем инстаграме, габариты 51,3 высота, 48,9 мм ширина, в принципе не такие уж и габаритные часы, толщина часов 16,6, но она конечно достигается во многом за счет вот этих выступов, но я бы не сказал, что часы смотрятся громоздко, как большинство G-Shock'ов на моем запястье 17 см, и корпус плавно переходит в ремешок из такого же полимерного материала, здесь в районе стыка 28 мм у нас, здесь уже ремешок шириной 18,5 мм. Структура ремешка, как я уже отметил, схожа со структурой циферблата, здесь у нас на запястье от 14,5 до 21,5 см, ремешок рассчитан и пластиковая пряжка, это сделано для того, чтобы уменьшить вес, чтобы удобнее было в них заниматься спортом и у Casio это получилось 60 граммов. Модель безусловно идеально будет сочетаться со спортивным стилем одежды, она просто создана для того, чтобы в ней заниматься спортом, чтобы в ней бегать, ну и конечно можно использовать на каждодневной основе, хороший функционал, прочный корпус и отличные возможности. Но подводя итог нам становится понятно, что Casio действительно работает над улучшением спортивной линейки своих часов, над улучшением их качества, эргономики, функционала и конечно же удобства их ношения и использования. В первую очередь главное преимущество это функционал, тут к стандартному одежешоковскому функционалу, а именно к секундомеру, таймеру, будильнику, добавляется и спортивный функционал, подсчет килокалорий, километража, шагов и плюс соответственно синхронизация по Bluetooth со смартфоном, которая позволяет, например, следить за своими спортивными целями. Второе преимущество это дизайн часов, их внешний вид, модель получилась не громоздкая, легкая, удобная и при этом приятная глазу, как я считаю. И конечно стоит отметить нестандартные джошоковские преимущества, а именно противоударность корпуса, водонепроницаемость 200 метров, это значит, что в часах можно и дайвингом заниматься и плавать без проблем. Что, кстати, с недостатков, то видимых я здесь не обнаружил, единственное, что эта серия GBA 900, она вышла в нескольких цветовых решениях, и если уж себе выбирать модель, я бы, наверное, выбрал вариант посветлее, например, в белом цвете, кстати, она скоро появится также у нас на обзоре, черный же цвет, я думаю, больше для людей консервативного взгляда, то есть для тех, кто любит спокойный, холодный, черный тон, цена часов 12 990 рублей, и не забывайте, что при покупке в магазине G100 Russia по промокоду CHASTER вас будет ждать приятная скидка. В конце хотел бы узнать и ваше мнение по поводу этой модели, обязательно оставьте в комментариях под видео, также если вам понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал, ну и конечно поделитесь этим видео с друзьями, а на этом все, всем пока!